Более 5,5 миллионов тонн зерна собрали аграрии Северного Казахстана в этом сезоне. Это лучший показатель по стране. В Большой Каравай вложили лепту хлеборобы всех районов области. С некоторыми из них в преддверии дня работников сельского хозяйства встретилась наша съемочная группа. Вот так начинается рабочий день Елюбая Дюселекова. У него ценный груз, зерно нового урожая. В ТО «Токомон» работает уже 16 лет, а это с самого основания товарищества. В разгар уборки водитель трудится с раннего утра до поздней ночи. В этом сезоне перевез больше 5000 тонн груза. Сейчас осенняя компания завершилась, но с баранкой «Камаза» еще рано прощаться. Это все зерно ввозим на вышимку. В общем, круглый год у нас работа. Зарплата нормальная, все нормально, не обижаемся ничего. Все есть. Как с армии пришел, 31 год в соходе работаю. Фамилия Дюселековых уже прочно закрепилась в штате товарищества «Током». Брат Елюбая Акошевича работает бригадиром, а старший сын пошел по стопам отца. Для людей, для себя же, для семьи хлеб выращиваем, сеем, убираем. Это же хлеб для народа. Живет семья в 13 километрах от Рузаевки, в ауле Сары-Адыр. На предприятии «Током» работает почти все село. В этом году потрудились на славу, говорит главный инженер товарищества «Думан Ельжанов». Всего в штате компании 280 человек, а в пик сезона трудится порядка 400 жителей района имени Габита Мусрепова. «Наш ТО занимается выращиванием зерновых культур. На площади 44 тысячи гектар мы занимаемся выращиванием твердых сортов, мягких сортов пшеницы. 2017 год удался во всех отношениях, то есть по урожайности, по качеству зерна. На сегодняшний день у нас достигнута урожайность порядка 32 сантиметров с гектара, средняя. Некоторые поля дали урожайность порядка 45-50 сантиметров». Неплохой результат в этом сезоне и в ТО от Амикена Агрокорниевка. Зерновых получили 24 сантиметра с гектара. Чуть больше года на предприятии работает агроном Куантай Кианбеков. Здесь молодой специалист видит большие перспективы, старается расти профессионально. Получил степень магистра технических наук по специальности биотехнология и регулярно проходит курсы повышения квалификации. Сельскохозяйство – это нелегкий труд. Здесь надо трудиться, работать, чтобы на столах у каждой семьи был хлеб. «Здесь каждый человек имеет свою большую роль, начиная с механизатора и заканчивая инженером. В моих планах повышение урожайности нашего ТО, достичь высоких успехов». А дома молодого агронома ждет жена. Залина Кианбекова – социальный педагог в Корнеевской гимназии. Могла сделать карьеру в Астане, но поехала за мужем в село. «Сколько мы дружили, я этого хотела, поэтому не жалею. Он работает агрономом уже второй год. Так он пропадал по ночам постоянно на поле. Главное, ему работа нравится». Молодой агроном в числе тех, кто будет отмечен в честь Дня работников сельского хозяйства. Жан Сулута Стемирова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.